В гостях у питомцев Самарского зоопарка школьники знакомятся со сказочными героями, участвуют в тематической викторине. Когда к детям выносят двухмесячного ягуара Азара, он сразу отвлекает на себя все внимание. В природе дикие звери тоже обучаются, правда школу жизни проходят гораздо быстрее, за полтора-два года. Охотятся и выживать их учит мать. А для Азара преподавателями и наставниками стали сотрудники зоопарка. Мы даем им игрушки всякие разные, как по-гремлоски детям тоже даем. И вот они на этот звук им интересны, они начинают, ну инстинкт-то есть у них, она кидается на него, кусает лапами, бьет, то есть сам обучается. Менее ответственны родители пернатых, они не тратят много времени на воспитание потомства. Их главная задача вывести птенцов. Курица породы Брама, ей всего три месяца, это подросток, но уже вполне самостоятельный. Эта порода домашняя, и их обучение, когда они вылупляются, заканчивается не успев начаться. Чтобы научиться находить зерно и клевать его, им требуется всего один день. А вот у рептилий все совсем иначе. Они с рождения предоставлены сами себе. Их уму-разуму учит дикая природа. Они целиком и полностью полагаются на инстинкты. Рептилии могут адаптироваться к любым условиям. Этот варан уже научился узнавать сотрудников зоопарка и проявлять характер. Вот только стоит подойти к террариуму, если он голодный, он сразу же начинает искать, встает на задние лапы и проявлять, выпрашивать еды. А так по характеру, как котенок, рептилия. Сотрудники зоопарка уверены, знакомство детей с животными позволит и тем и другим научиться доброте и доверию. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. Алина Чемерис, События.